Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я замужем, у нас есть ребёнок, ему 2 года, ребёнок у нас очень активный и гиперактивный. Я сейчас нахожусь в декрете, ребёнок естественно со мной 24 часа. Мой муж работает, содержит нашу семью. Проблема в том, что он не помогает мне с ребёнком совсем. Он не может даже элементарно с ним поиграть и освободить мне время для занятия по дому или для себя. Но при этом ему нужна идеальный порядок, чистота и накрытый стол. Всегда. Даже когда ребёнок болеет, я сутками не сплю. Он не встаёт к ребёнку, это ещё долг матери. Он не считается со мной, что я устаю сильно. Мне тоже нужен отдых, если я прошу помочь, то ответ 1 тысяч дома, это женская обязанность, я работаю. Я уже начинаю думать о разводе, не могу решиться разрушить семью. Как донести до мужа, что декрет это тоже работа. И это тяжело. И жена это не роберт. Ей тоже нужен отдых. Ну что же, здесь есть несколько основных моментов. Во-первых, то, что вы боитесь разрушить семью, не хотите разрушить семью. Является краеугольным камнем того, как ведёт себя с вами муж. Ну, если вы боитесь разрушить семью, если вы не хотите её разрушать, то вот вам, пожалуйста, его ответ. Вот вам, пожалуйста, что называется его поведенческая реакция. Потому что если на первом месте семья, то естественный человек и будет вести себя так, что семья на первом месте. И человек будет вести себя так, что вот жена должна что-то делать. Ну, в этом смысле, в этом смысле с ним и не поспоришь. Потому что, ну, действительно, если мы говорим о жене, действительно, если мы говорим о семье, то это чёткое, совершенное распределение обязанностей. Если мы говорим о... только о семье, то это совершенное, чёткое распределение раллий. Если мы говорим только о семье, то указывая своё место, то есть, иными словами, ваше собственное мировоззрение, иными словами, ваша собственная позиция и сыграла с вами в этом смысле злую шутку. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но... это... это так. На данный, по крайней мере, момент. На данный, по крайней мере, момент это выглядит так. Следующее. На чём хочется обратить ваше внимание. Это вытекает из того, о чём я говорил только что. Это прямо вытекает из того, о чём я только что говорил. Если ваш муж вас не слышит, то ему не зачем вас слышать. Если ваш муж относится к вам так, как он относится, то это результат, это следствие, если угодно, того, как относитесь к себе вы. Я надеюсь, вы понимаете, что к себе вы относитесь не очень хорошо. Я надеюсь, вы понимаете, что к себе у вас отношения, мягко говоря, не хорошие. Вот об этом и стоит подумать. В первую очередь. А как я к себе отношился? Как я к себе отношился? Как я... Как я себя вижу? Как я себя воспринимаю? Как я себя оцениваю? Почему мне нужно разрешение, чтобы отдохнуть, например? Ну, согласитесь, что в данном случае все эти вещи очень важны. Вот вы говорите. Родился ребенок и соответственно наш муж не помогает. А для вас почему-то это стало новостью. Что он, в смысле муж, вам не помогает. Очень интересно было бы узнать, каким образом, почему для вас это стало новостью. Ведь, на мой взгляд, ребенок это ответственное решение. Это ответственное решение как минимум двоих людей. И вот получается, что вы не знаете, как муж рассматривает, как муж видит ребенка, как он к нему относится, как он относится к матери и так далее. Хочется вас, знаете, спросить, а как вы вообще пришли к тому, чтобы завести ребенка. Ну, в смысле, вы же как-то обсуждали, наверное, эту тему со своим или нет? Или не обсуждали? то есть, понимаете, вы сейчас говорите о том, чтобы вашему мужу взять и чего-то донести. Но ключевой вопрос заключается в том, что ему нет мотивации вас слышать. Ему нет мотивации к вам прислушиваться. Зачем? И это наводит меня на другую мысль. Это наводит меня на мысль о том, а есть ли у вас мотивация прислушиваться к себе? Или у вас есть мотивация только спрашивать разрешение? или у вас есть мотивация только просить? Это очень на мой взгляд важный момент. Если мы хотим разобраться в этой ситуации. Поэтому главное здесь не то, чтобы мужу доносить что-либо. Главное здесь то, чтобы вы сами к себе начали менять отношения. Вот это, согласитесь, очень важный аспект. Аспект, на который сейчас вы не обращаете никакого внимания. К моему большому большому сожалению. Вы себя обесцениваете. Да, жена это не робот. С вами сложно согласиться. Декрет это работа. С вами сложно не согласиться. Но муж почему-то думает иначе. Это означает, что что-то вас дает ему возможность основания думать. Это означает, что что-то вас дает ему основания полагать, что так должно быть. Понимаете? Какая вторая. И вот это на мой взгляд является ключевым моментом. я не знаю что именно что именно я не знаю что конкретно наводит вашего мужа на такие мысли. Но я совершенно точно знаю что наводит. вообще как правило я связываю это с тем как люди общаются и как люди взаимодействуют. Я связываю как правило это с тем что у людей нет или очень мало общего. Что люди не взаимодействуют друг с другом как личности. люди взаимодействуют друг с другом больше на основе ролей. Ты муж, я жена, у нас есть обязанности и так далее. Вспомните как вы вели себя раньше со твоим мужем. Вспомните что между вами общего. Вспомните видел ли он в вас личность когда нибудь только честно? Если да, то как это проявлялось? Если нет, то что в таком случае мотивировало вас находиться в отношениях? Ну оставаться в них грубо уговора. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.